приветствую вас дорогие друзья сегодня такой формат немножко за рулем и без лица ну давайте попробуем такой формат кто меня не знает представлюсь еще раз меня зовут григорий и на своем канале я рассказываю обо всех нюансах отдыха есть кем почему я это делаю потому что занимаюсь размещением отдыхающих в городе ейске в собственном домовладении на самом берегу таганрогского залива кому это интересно ссылочка на мой сайт с подробнейшей информацией фотографиями сейчас появится в углу вашего экрана если конечно я не забуду ее потом прикрепить но да ближе к делу сегодня я ездил в город краснодар по делам и также по делам заскочил в аэропорт краснодара пашковский и вот сейчас я закончил свои дела и направляюсь назад из краснодара в город есть и как говорится тема в тему почему бы нам не поговорить о том каким образом проще добраться до города ейска если вы решили лететь есть самолетом имеется как я уже сказал аэропорт городе краснодар который называется пашковский расстояние до него где-то 270 до 300 километров зависимости от той дороги которой вы поедете также имеется аэропорт в городе ростов-на-дону там расстояние немножко поменьше но имеется аэропорт непосредственно в самом городе ельске вот об этих трех портах я бы хотел сказать несколько слов но для начала хотел бы сказать следующее не смотрите что вокруг все так уныло пасмурно грустно и не зелено дело в том что сейчас у нас самый конец января краснодар края зима и вот такая зима в краснодарском крае в краснодаре где только что был минус три градуса самом ельске немножечко потеплее около 0 так что я еду можно сказать из холода ну не сказать что в тепло но где немного потеплее вот но давайте как говорится о теме данного ролика аэропорты через которые можно попасть город-курорт ельск начнем с аэропорта города краснодар который называется пашковский это крупный краевой аэропорт он обслуживает и внутренней и внутрироссийские международные рейсы из россии сюда можно прилететь не только из москвы и петербурга но особенно в сезон большое количество рейсов из других городов нашей страны потому что ну из краснодара дальше люди держат путь и на черноморское побережье и на азовское побережье то есть по всему краю поэтому аэропорт весьма весьма ведет активную работу принимает множество рейсов весьма развитые в общем настоящий полноценный аэропорт прилетев аэропорт пашковский города краснодара вы затем можете добраться до есть несколькими способами но самые лучшие это конечно на автомобиле в частности вот моя мини гостиница предлагает трансфер за вами приедет водитель из города ейска дождется вас вашего прибытия погрузит ваши вещи и вас самих в автомобиль и поедет знакомой ему хорошо дорогой в город есть то есть наиболее оптимальный вариант но также есть варианты можно доехать до есть кайна электрички но это там получится с пересадкой либо на автобусе либо найти какую-то машину уже непосредственно порту ну не знаю там как по цене будет возможно будет дороже дорога идет из красно краснодара в есть либо по трассе м4 дон дорога это очень хорошего качества две полосы в каждую сторону в принципе ну да и долететь на по этой дороге можно доесть без проблем также имеется ряд параллельных путей по дорогам уже регионального значения вот по одной из них я еду сейчас как видите дорога также великолепного качества одна полоса в каждую сторону но тем не менее доехать можно его сами все все прекрасно не ямочки не не ничего поэтому водитель который вас встретит он уже говорится человек опытный ездит в этот краснодар день через день и он лучше всех знает где проще проскочить где меньше пробок и так далее и тому подобное но сами понимаете что все таки 270 километров ну а иногда и поболее там зависимости от дороги зависимости если водитель будет объезжать какую-то ну скопившуюся на трассе пробку занимает время то есть в лучшем случае это будет дорога два с половиной часа но либо 3 где-то в этих пределах как правило будет ваша дорога аэропорт ростова-на-дону здесь я бы хотел сразу уточнить для тех туристов которые еще не в курсе что с 2018 года в городе ростов поменялся аэропорт сейчас все самолеты которые прилетают город ростов приземляются в новом аэропорту который называется аэропорт плат он находится 30 километрах от бывшего так сказать уже теперь старого аэропорта ростова-на-дону рядом с трассой м4 до который я уже говорил связано это с тем что аэропорт и вот новый стадион бросаю на дону построены к чемпионату мира по футболу 2018 года то есть были выделены деньги и город решил потратить их на новый аэропорт потому что конечно старый находился откровенно в черте города и перспектив его развития не было по сути никаких вот плюс но мешал как говорится полноценной жизни города сами понимаете когда над жилыми домами летают самолеты это не очень хорошо сейчас город аэропорт извините вынесен достаточно далеко от границы ростова принципе также мы из нашей мини гостиницы так сказать высылаем за отдыхающими машины то есть организуем трансфер водитель также встретит вас и привезет есть дорога занимает по километражу где-то 230 километров 230 километров ну чуть больше опять же чуть меньше в зависимости от того каким образом водитель поедет водитель будет смотреть и из пробки на текущий момент до по своему опыту и поедет так чтобы вас доставить максимально быстро также вы можете самостоятельно добраться с аэропорта из аэропорта в сам ростов курсирует шаттлы но это просто автобусы которые идут с минимальным количеством остановок а из ростова уже до ельска есть и маршрутные автобусы и рейсовые автобусы и я электрички и чего только нет как говорится мы очень тесно связаны и с городом ростовом и с городом краснодаром вот такое местоположение нашего города есть поэтому в принципе если рекомендовать какой выбирать аэропорт конечно я бы порекомендовал аэропорт ростова-на-дон почему потому что расстояние от этого аэропорта до ельска все-таки поменьше чем от аэропорта города краснодара ну соответственно время в пути меньше не так утомителен трансфер не так утомителен поездка от аэропорта до гостиницы вот хотя в принципе что касается пробок вот многие задают вопрос пробки в сезон на трассе случаются пробки где лучше значит ехать как лучше что по пробкам разницы нет там у нас в принципе одна трасса федерального уровня м4 тонн и в общем по ней проходит тот или иной путь и от аэропорта ростова и от аэропорта краснодара по направлению есть часть вот этой вот федеральной трассы все равно вы затронете поэтому если уж говорится на этой трассе имеется какое-то толпотворение машин связанные как правило ну с пиком сезона то вы и так и так попадете в какую-то небольшую пробку и здесь уже зависит от мастерства водителей машин которые вас повезут а мы всегда стараемся работать с такими водителями которые как говорится прекрасно знают ситуацию вот так что же касается аэропорта ейска то сожалению вынужден вновь сообщить что и в этом году аэропорт ейска для гражданских рейсов закрыт аэропорт ейска изначально был военным аэропортом однако в какие-то годы военные отдали от взлетно-посадочную полосу для пользования гражданскими судами но последние годы они вновь забрали себе эту полосу так здесь значит производится подготовка летчиков производится подготовка там какого-то не знаю там отрабатываются у них какие-то элементы пилотирования принимаются экзамены и так далее и тому подобное поэтому к сожалению на текущий момент все обе полосы активно используются военными вы это увидите обязательно когда приедете в город есть летают и истребители транспортная авиация все что угодно кроме гражданских судов к сожалению администрация города и даже администрация краснодарского края не смогла прийти с военными соглашению чтобы использовать есть аэропорт для гражданских судов вот пока к сожалению такая ситуация хотя переговоры ведутся и в общем надежды терять не стоит он вроде все обрисовал подписывайтесь на мой канал спасибо за внимание а я продолжу свою дорогу в есть куда приглашаю летом и вас а у нас прекрасное море солнце вы прекрасно до свидания